Несмотря на то, что календарная зима еще впереди, уже сейчас из-за погоды дорожные службы во все оружие. Учитывая температурные качели от минуса к плюсу, главная задача подрядных организаций не допустить образования наледей и обеспечить проходимость транспорта. Прежде всего, обработка проезжей части антигололедными материалами. Аналогичным образом дорожники заботятся о состоянии тротуаров и остановок общественного транспорта. Где не проедет техника, убирают вручную. Особое внимание уделяют таким элементам пешеходных зон, как тактильная плитка. Ручной труд здесь необходим, чтобы сохранить срок службы указателей. В основном пешеходные переходы и посадочные площадки. Лестницы, если где есть в районах лестницы, вот как у нас на Пензенской лестнице, мосты мы обслуживаем, путепровод Аврора, мост южный, там тоже лестницы есть. Мы тоже в первую очередь их надо очищать, чтобы люди у нас, ну, скользко, чтобы не было. За качеством уборки улиц на протяжении всего сезона будут следить ежедневно. Специалисты профильного департамента совместно с представителями подрядных организаций организуют выезды по городу, во время которых фиксируют состояние каждого элемента улично-дорожной сети. Если на них присутствуют недочеты в виде валика снега, в виде наледи, то как бы выписывается предписание со сроком устранения 1-2 дня. Затем при повторном объезде смотрится, если предписание не устранено, то составляется акт об устранении предписания. Если же замечание не устранено, то это все отражается в итоговой, в карточке объезда, которая затем влияет на оплату уже по содержанию. Кроме того, с переходом на зимний режим работы дорожники установили ящики с песком на спусках и подъемах дорог. Он поможет, если у водителей возникнут трудности при движении. Они могут выйти, обработать участок и беспрепятственно тронуться и проехать дальше. Только за первые дни уборочного сезона дорожные службы потратили более тысячи тонн реагентов и песка, обрабатывая улицы города. Михаил Гермоленко, Сергей Баскин. События.